Валютный курс В первую очередь говорим о его укреплении в отношении других иностранных валют, таких как доллар и евро Но если мы говорим о формировании курса, то все работает по законам обычной рыночной экономики Грубо говоря, если спрос на валюту растет, то есть люди и компании заинтересованы в покупке валюты, то цена на валюту начинает повышаться А вот если растет предложение, все начинают массово продавать валюту, то и курс становится ниже На интересы людей и компании уже влияют на огромное количество факторов, однако основных и образующих два Первый, общее состояние экономики страны, которая либо побуждает людей и компании обменивать валюту в рубли, тратить и инвестировать в российский бизнес Либо наоборот заставляет менять рубли на доллары и ограничивать уровень трат в рублях Второй, инфляция, повсеместное влечение цен на продукты, товары и услуги Давайте кратко воспроизведем хронологию ослабления и укрепления российского рубля по отношению к другим иностранным валютам за вот этот вот прошедший период 24 февраля на территории Украины развернулся геополитический конфликт Множество компаний заявили о своем уходе с российского рынка, некоторые просто ограничили свои поставки, скатили бюджеты К тому же в конце февраля ЕС начал заявлять о полном или частичном отказе от закупки российских энергоносителей, нефти и газа А данная статья доходов всегда являлась одной из крупнейших для всей экономики РФ К примеру, по итогам трех кварталов 2021 года доходы от продажи нефти и газа составляли чуть более 34% доходов федерального бюджета Основными закупщиками данных энергоносителей РФ были именно страны ЕС Новость о сокращении поставок ЕС указывала на снижение общего дохода от продажи энергоносителей Чем меньше мы продаем нефти и газа, тем меньше за них получаем долларов и евро Следовательно, стоимость этих валют растет, а рубль падает Естественно, все эти новости повергли в шок и российскую экономику курса рубля Ведь народ начал резко закупаться иностранной валютой в надежде сохранить свои сбережения Иностранные инвесторы также начали избавляться от рубля С начала конфликта курса рубля проваливался все глубже А в этот момент и вовсе почти достиг 150 рублей за доллар и еще больше за евро Но за счет чего это падение остановилось? И как курс доллара смог вернуться к значениям ниже 85 рублей за единицу прямо сейчас на момент записи этого видео? Во-первых, на укрепление рубля сильно повлияли действия Центробанка РФ 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, что привело к росту ставки по рублевым депозитам и кредитам в банках Людям стало выгоднее сохранять рубли, чем тратить его, ведь кредит со ставкой в 20% Вытянет не каждый россиянин, а депозит с той же ставкой смотрится как реально выгодное вложение Но данное решение больше направлено на долгосрочный период и в краткостройке не позволило сбить растущий курс иностранных валют Тогда указом президента РФ 28 февраля была обведена мера о продаже валютной выручки в размере 80%, а сама продаж валют осуществляется через московскую биржу Как вы понимаете, эта мера искусственно увеличила продолжение валюты на рынке, что, как мы знаем, логично приводит к снижению курса Другой оперативной мерой по укреплению рубля в отношении к доллару и евро стал запрет на покупку наличной иностранной валюты для фестлиц И ограничение на снятие валюты со старых вкладов в размере 10 тысяч долларов К моменту принятия этой меры уже начали появляться новости о том, что ограничения ЕС по закупке энергоносителей начнут действовать лишь в течение года или двух А в ближайшее время ситуация на рынке вряд ли изменится Данный ряд событий с большей вероятностью и повлиял на такое резкое укрепление нашей национальной валюты Но долго ли смогут протянуть искусственные или не очень меры по поддержанию рубля? Да и ситуация с продажей энергоносителей в ЕС вроде начинает становиться более непредсказуемой На момент записи ролика оплата поставок газа уже была приведена в рублевый формат А Европа все еще отказывается от новых расчетных условий предоставленных правительством РФ Поэтому говорить о том, почему приведет ситуация в краткосроке трудно Но можно предположить лишь то, что данное решение может ускорить процесс отказа ЕС от российских энергоносителей Так что, учитывая все вышесказанное, в долгосрочной перспективе не нужно исключать, что данное решение может привести к серьезным проблемам А вот что насчет искусственного укрепления рубля? То есть ситуация выглядит намного более прозрачной Сейчас на бирже РФ доллары и евро не торгуются по реальной рыночной цене Так как меры по их сдерживанию позволяют искусственно снижать их стоимость Возникает логичный вопрос, а что случится, когда все эти меры спадут? Простота ответа заключается в том, что не спадать они могут еще очень долгое время Когда данные решения были выгоняты Центробанком на безсрочной основе Таким образом, серьезный коллапс с внезапным скачком курсов Может случиться либо на основе неополитических факторов Либо в случае, если Центробанк уберет данные меры до полного восстановления экономики И в чем очень сильно сомневаются экономисты Поэтому беспокоиться о ужасных воздействиях искусственного укрепления рубля Сейчас, вероятно, не стоит К примеру, вот что о данных мерах думает один из наших гостей Григорий Баженов, экономист и автор ютуб-канала Юрий Тропс В предкосрочной перспективе экономики РФ сейчас выглядит достаточно туманно Так как многое сейчас зависит от геополитических событий Которые предсказать не сможет, скорее всего, никто Однако я припас для вас и немного конкретики Сейчас очевидно, что в ближайшее время экономическую систему ждет тотальная перекройка Множество импортных продуктов, деталей оборудования сейчас уже недоступно Ряд торговых путей в ряда взбыта нашей продукции также надолго утерян Санкции от гараживания большей части мира от российской экономики Скорее всего приведут к огромным изменениям и метапорфозам рынка А этот процесс чаще всего не самый быстрый Сравнить эту ситуацию можно с концу прошлого века, когда ситуация обстояла ровно наоборот Но такого фатального кризиса, как в 90-х, ждать скорее всего не придется Если экономика РФ сейчас соответствует мировым стандартам То в 90-х и технологии, и сама экономическая система сильно отставали от мирового прогресса Что привело к огромному количеству реформ, перестройок и даже созданию новой страны А следствием этих забытий стали кризис и сумасшедший рост цен на 2600% Поэтому ожидать возвращения 90-х сейчас не стоит Но все же, курс рубля укрепился, а вот цены на товар не очень Как объяснить, может не такой ужасный, как тогда в 90-х, но все же ощутимый рост цен на товары Явление устойчивого роста цен на товары услуги в экономике называются инфляцией Однако нас в первую очередь интересует ее темп, ведь чем инфляция быстрее и выше, тем быстрее и сильнее растут цены Самое интересное, что некий аналог темпа инфляции можно рассчитать и самостоятельно К примеру, после давнего начала роста цен умерельцы уже смогли рассчитать изменения в цене борщевого набора И на 19 марта его значение превысило 56% Норма темпа инфляции находится в районе 60% в год Все, что ниже, является вполне удовлетворительным значением Инфляция, превышающая 10% уже считается высокой А опрос профессиональных аналитиков ЦБРФ показал, что по итогам 2022 года Значение инфляции ожидается в районе 20% Основные причины роста инфляции называют увеличение спроса и уменьшение предложения товаров и услуг на рынке Водение курса госвалюты и высокие инфляционные ожидания При укреплении доллара любой иной иностранной валюты, то есть при ее росте стоимости, все импортные товары начинают расти в цене При уходе из России иностранных компаний появляется дефицит импортного товара Его становится на прилавках намного меньше Все это и рождает резкое повышение цен на привычные вам импортные товары Почему дорожают российские товары? Общая паника перед ужесточением грейса Это не только что мы наблюдаем вокруг себя в последнее время Но и понятие высоких инфляционных ожиданий Когда люди ждут роста цен, они начинают покупать товары наперед Ведь зачем переплачивать завтра, если можно приобрести сегодня? Это приводит к резкому повышению спроса и сокращению предложения Ведь магазины порой даже не успевают пополняться товаром Так как с пола все тут же сметает толпа паникеров Высказанное не только подтверждает факт того, что мысли материальны Но и сильно напоминают последние события в магазинах на всей территории РФ Но неужели когда вся эта паника закончится, цены на российские товары вернутся к прежним значениям? Это вряд Инфляция также зависит от количества напечатанных рублей По прогнозам экономистам государство начнет печатать больше рублей Для поддержки экономики в такое непростое время А это приведет к снижению истинной ценности рубля А значит подъему цены на конкретные товары То есть вряд ли вам даже после паники удастся купить большинство ваших любимых товаров По таким же приятным ценам, что и раньше? Возникает весьма странный вопрос Но неужели цены на привычные нам товары, которые сметаются в пух и прах Нельзя тоже как-то зафиксировать и искусственно сдерживать? Госдума уже начала рассматривать пакет решений по фиксации цен в определенных рамках Что вроде должно сильно успокоить нынешнюю ситуацию в магазинах Но, к сожалению, тут не все так, да и просто Такое вмешательство в ценовую политику страны государства, по мнению экспертов, может закончиться плачевным Закрепление цен возлето очередной напут по текущей толпы на определенный вид товаров Производители в попытках не уйти в упуток из-за экономных цен Не смогут грамотно распределять расходы, что приведет к снижению качества продукции Согласитесь, в этом контексте фиксация цен не смотрится рациональным решением Очевидно, как мы это уже и проговорили, что такой бешеный рост вряд ли будет длиться вечно Через время паника пойдет на спад Конечно, некоторые моменты, вроде дефицита сенсионных импортных товаров, относятся уже не скоро Однако со временем население, скорее всего, привыкнет к такой новой реальности Но как бы есть, что темп инфляции уже наконец пошел на снижение и цены все-таки начинают укрепляться Как я уже отмечал в начале ролика, рост ключевой ставки ЦБРФ незамедлительно привел к росту ставок по кредитам Это сильно ограничивает покупательскую способность населения Логично, что чем меньше денег у людей, тем меньше спрос Из этого следует достаточно внятный вывод Сигналом того, что экономика выровнялась, а цены в скором времени будут стремительно укрепляться Может стать именно снижение ключевой ставки То есть, если Центробанк заметит, что паника спала, а ситуация в экономике действительно улучшается То он, скорее всего, создаст благоприятную условие для оформления кредитов и перезапуска потребительского рынка По этому поводу я также пообщался с финансовым аналитиком и ютубером Рамием Зайдманом Внимание, как понять, когда начнется снижение стоимости Когда центральный банк понизит ключевую ставку обратно до 10 или к 11 И причем будет это идти плавно Но как только будет какой-то, знаете, ликватор, так скажем, может быть 15, может быть 13 Здесь мы можем говорить о том, что на текущий момент это самые дешевые цены, которые есть в обозримом периоде, например, года Потому что, когда ключевая ставка стоит меньше, например, 11 Это включит тот самый кредитный механизм Когда люди пойдут за кредитами, потому что они недорогие И бизнес пойдет за кредитами для развития Потому что кредиты для бизнеса это основное Сейчас держит малый бизнес в России Итак, какие выводы можно сделать по сложившейся на данный момент обстановке в экономике РФ? Будут ли расти цены и дальше? Определенно, да Как мы выяснили, они растут вообще всегда, но вот темп их роста скорее всего чуть сбавится Когда инфляционное ожидание, население и общий уровень паники спадет Насколько ожесточенно они будут расти и укрепиться ли рубль? По многому все зависит от геополитической ситуации В краткосрочном периоде нас ждет ощутимый рост цены и возможное укрепление рубля на своих позициях Однако все это может заметно измениться в один момент Как понять, что цены начали падать? Следите за ставкой по кредитам в коммерческих банках И что более важно, изменение бучевой ставки ЦБРФ Если все налаживается и цены повсеместно стремятся к укреплению, она скорее всего снизится Давать конкретные прогнозы в данной ситуации как минимум трудновато А как максимум невозможно и опасно Ведь я не финансовый консультант, а лишь собрал и сложил все популярные и очень точки мнения поедино Однако очевидным остается лишь одно Не теряйте бдительность, не впадайте в панику и в страх Старайтесь сохранить расчетливый разум и делайте выводы самостоятельно, исходя из реальных фактов Шанс остаться в тепле сейчас выше лишь при условии сохранения своей головы в холоде Все дополнительные материалы будут, как всегда, в моем телеграм-канале Отдельное спасибо ребятам-блогерам Рами Зайцману и Григорию Баженову за их мнение Если вам интересно, вы уже полные их мысли не попавшие в видео у себя в телеграм-канале Ссылка в описании Если вам понравился этот ролик, то обязательно подпишитесь на мой канал Также поставьте лайк и напишите свои мысли в комментариях под видео Будет интересно с вами продискутировать на данную тему А с вами, как обычно, был Саня Харчевников Обязательно не забудьте подписаться на канал Всем спасибо еще раз, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok